28 октября 2002 год. Уроки во всех школах Саранска начались с минуты молчания. Страна только что пережила одно из сильнейших потрясений в новейшей истории. Теракт на спектакле «Норд-Ост». Почти тысячи человек стали заложниками в театральном центре на Дубровке. 28 октября по всей стране был объявлен траур. Журналисты «Десятого канала» в тот день поговорили о трагедии с представителями религий и школьниками. Чьи ровесники несколько дней назад оказались запертыми в зале театра. Жалко было. Мирных людей. Потому что их там мучили, они голодали, пить не давали. Они очень злые. Терроризм – это зло. В тот же день жены и матери Мордовии провожали своих любимых мужчин на Северный Кавказ. Тогда там вовсю горела Вторая Чеченская война. В те годы командировки в горячей точке для сотрудников наших правоохранительных органов были нередкостью. У нас где-то примерно 150 человек находятся на территории Северного Кавказа. В 2013-м Саранск потрясла новость. Четырехлетний мальчик вернулся из детского сада с многочисленными ссадинами на спине. А потрясенная общественность начала бить тревогу. Водить детей в детские сады стало страшно. Екатерина предполагает, не исключено, что ее сын поплатился за то, что его мама отказалась сдавать деньги на какие-то нужды. Садик и группы – эти догадки тоже будут проверять соответствующие органы. В тот же день наша Дина Мустаева совершила свой большой спуск с многоэтажки. Вместе с членами клуба путешественников Саранска она, водрузив на себя альпинистское снаряжение, шагнула над пропастью. До торжественного спуска еще далеко, мне уже очень страшно. Я готова. Когда дело дошло до самого процесса, сгромоздиться на край заграждения, запомнить, где держать руки, усвоить, что страховочный трос ни в коем случае отпускать нельзя, начинаешь в прямом смысле паниковать. И это держит по три тонны. Три тонны? Да. Сколько у вас? Половаза. Две с половиной. И вот две с половиной тонны эмоций начинает спуск. Отталкиваться двумя ногами, не смотреть вниз и дышать как можно ровнее. В районе девятого этажа начинаешь привыкать к происходящему и даже получаешь удовольствие. Все чувствуешь? Ху! В общем, самое главное при спуске слушать инструктора, не убить головой об стену, беречь коленки, не отпускать веревки. А в остальном сплошной экшен. Таким журналисты десятого канала помнят этот день. Таким сохранили его для будущих поколений. Анастасия Турусова. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова